Что говорит нейронаука о влюблённости и расставании? Навеяно наукой. Все уже привыкли, что состояние влюблённости многие описывают как то самое состояние с бабочками внутри живота. Мы уже об этом неоднократно говорили. Но помимо этого есть ещё огромное множество интересных процессов, происходящих в нашем мозге. И, собственно, что это за вопросы, мы сегодня будем разбираться. Помимо бабочек есть очень много чего интересного. А для чего мы вообще влюбляемся? Зачем мы подыскиваем себе пару? Конечно же, начиная с истоков науки, с антропологии, многие учёные сказали бы, естественно, правомерно о том, что мы ищем себе партнёра для того, чтобы размножиться в летах. То есть нам нужно найти особь подходящую для того, чтобы оставить свои гены, оставить их в своём потомстве и, собственно, позволить этому потомству родиться, жить и продолжать свой род в том числе. И вот с этой точки зрения на сегодняшний день есть одна такая теория, которая, к сожалению, пока ещё не была точно подтверждена, но всё-таки она заслуживает внимания. И я, с вашего позволения, сегодня в этом видео, в таком простом разговорном жанре, попытаюсь какие-то такие современные теории озвучить на тему, почему мы влюбляемся, что происходит с нами. И самое главное, в конце мы поговорим о том, что происходит с человеком, когда он теряет свою любовь. То есть что происходит с человеком, с его мозгом, с точки зрения нейропатопрёки, что происходит при расставании, при потере. То есть самые потенциальные возможности размножиться и создать счастливый брак. Ну, собственно, теория называется теория гистосовместимости. И это про ту историю, что мы все очень любим и, даже не знаю, как это прилично выразиться, собственно, как пахнет наш объект обожания. То есть мы все буквально по запаху ощущаем, кайфуем от нашего партнёра, он нам нравится, и вот в том числе с точки зрения запаха тоже. Так, собственно, те самые обонятельные рецепторы, которые получают тот самый ароматический сигнал в мозг, назовём это так, они посылают информацию именно на клеточном уровне, о каких-то особенностях, связанных с иммунитетом. А иммунитет, конечно же, прописан в ДНК. И это тут всё так сильно усложняет. Наверное, видимо, поэтому эта теория всё ещё не доказана. Так вот, мы нюхом, собственно, обнюхиваем нашего партнёра, если нам всё это нравится, если мы считаем, что его иммунитет отличается очень сильно от нашего в положительную сторону. Есть как бы идея о том, что именно притягиваются люди с супер противоположным уровнем иммунитета, что, собственно, обеспечивает выживание потомства. Так вот, они притягиваются, и таким образом происходит первая стадия того, чего должно происходить, это стадия сексуального влечения. То есть влюблённость без сексуального влечения абсолютно невозможна. Затем на сцену выходит влюблённость. Влюблённость – это очень комплексное явление, которое, конечно же, гораздо сложнее, чем простое сексуальное влечение. И влюблённость обеспечивает то самое свечение мозга, если положить, да, у человека-оптомограф, который, в общем, задействует все рецепторы его мозга, все участки его мозга, сейчас мы об этом будем очень стали разговаривать, и, в частности, конечно же, влюблённость очень тесно связана с эффектами вознаграждения, да, то есть когда мы человека к чему-то приучаем, ну или животное, а не важный человек, да, обязательно есть система поощрений для того, чтобы что-то в памяти закрепилось надолго. Эта система тоже у нас в мозге задействована, когда мы влюбляемся. Нас очень сильно поощряют любимым персонажем. А что же такое поощрение? На языке работы нашего мозга и всех его нейромедиаторов это есть не что иное, как работа дофамина. Дофамин отвечает за то, чтобы смотивировать вас на достижение цели, а потом, собственно, вознаградить вас. И таким образом тот самый сплеск дофамина закрепляет вот эту вот историю про то, что я хочу добиться, мне нужно этим насладиться и так далее. Так вот, самое главное слово здесь — это то, что дофамин очень сильно влияет на мотивацию. То есть первое — при влюблённости уже настоящей, да, то есть не только половом желании каком-то таком, примитивном, но здесь уже возникает мотивация на то, чтобы понравиться партнёру. Начинаются всякие жизненные истории про прихорашиваться, наряжаться, становиться красивее, становиться более угодным, да, человеком. То есть человек ищет пути наладить взаимодействие и получить то самое желаемое вознаграждение в виде, ну, уже теперь полюбившегося нам партнёра, да. На первых порах влюблённости люди действительно хорошеют и худеют, и страниют. А за счёт чего же это достигается? А за счёт того, что дофамин — это не единственная субстанция, которая начинает бушевать в нашу мозгу, также очень активно вырабатывается гормон стресса — кортизол. Глобально в организме он отвечает за расщепление глюкозы. Собственно, поэтому люди, да, худеют. Если вы помните, он активно вырабатывается в надпочечниках, ну и, собственно, он обеспечивает вот те самые бабочки в животе, да. То есть он обеспечивает наши реакции организма, такие физиологические, как учащённое сердцебиение, да. Мы прям видим объект любви, у нас там сердечка наша прям трепещет, да. Или наоборот, когда мы видим этот объект обожания, хочется бегать, прыгать, скакать, радоваться, просто вот впадаешь в какую-то эйфорию детскую. Ну и есть ещё и неприятные моменты, которые приходится скрывать. Это повышенное потение, да, то есть потливость, какое-то там учащённое особенное дыхание. То есть это уже то, с чем надо справляться и надо обуздать. Ну, в отличие от эмоций положительных, когда хочется обниматься, да, то есть быть очень-очень активным. А дальше ещё больше. Помимо, собственно, уже названных субстанций, в крови влюблённых обнаруживается огромное количество повышенное содержание норадреналина. Он тоже имеет свои свойства, о нём тоже можно почитать. Но вот уже новые теории, как раз-таки новые вот эти вот сведения из мира науки говорят нам о том, что норадреналин очень активно участвует в процессе запечатления памяти, да. Ну, ещё его на научном языке называют импринтингом. Если вы помните, может быть, да, был такой дяденька Конрад Лоренц, он первый доказал, что первыми, кого цыплятки любые видят, да, вылупившись из яичка, тот и будет мамой. И он вот, собственно, даже есть видео на ютюбе, где он ходит, а за ним там гусята, утята целым, в общем-то, выводочком своим бегут за этим мамой в виде Конрада Лоренца, да, человеческого представителя, а не птичьего рода, собственно. Так вот, импринтинг — это когда что-то быстро, резко впечатывается в нашу память. Именно поэтому мы так любим свой объект и божание, и мы закрываем глаза и представляем его, и видим его, как будто бы наяву. И поэтому он снится нам в мельчайших подробностях. Мы помним каждую его складочку, каждую его мит, там, не знаю, мимику, жест, не знаю, подъём брови, да, то есть это всё настолько чётко в нашей памяти запечатляется, что мы можем, ну, если обладаем хорошими художественными данными, даже, в общем-то, наверное, и нарисовать портрет, который прям как фотокарточка будет совпадать с любимым. За это отвечает Нора Дайдалин. Ну, или с любимой, конечно же, да. Нора Дайдалин — ещё один игрок в этой партии, и вот его-то на самом деле падение, да, его падение уровня серотонина в крови влечёт уже такие за собой не очень приятные последствия, потому что, когда это происходит, поведение влюблённых становится похожим на поведение людей, страдающих от обсессивно-компульсивного расстройства. То есть здесь уже вступают в игру некие навязчивости. Человеку всё время хочется быть рядом, всё время хочется доставать, доколупывать своего партнёра, начинаются какие-то звонки, надоедливые поиски, встречи, если, допустим, не дай бог, что-то невзаимное, да, то есть начинается некое такое давящее, преследующее поведение. Поэтому любите друг друга крепче уже в конце концов, чтобы серотонин в вашей крови не падал, пожалуйста. И вот если вы таки будете любить друг друга крепче, то это уже будет приводить к завершению того самого обсессивного периода, будет нарастать серотонин, количество серотонина в крови, а это приносит некое такое чувство сродни эйфории, какой-то блажи, да, то есть чему-то очень приятному. Когда серотонин высокий в крови достаточно, да, ну скажем так, то, в общем-то, это всё будет препятствовать развитию депрессивных состояний. Также будет уже уменьшаться, да, то есть у пар, которые проводят уже большое количество времени вместе, когда они уже притёрлись, допустим, да, они уже понимают, что они друг от друга никуда не убегут и не денутся, то есть что-то такое хорошее в жизни произошло, тогда уже будет снижаться уровень стресса, уровень гормона стресса, в частности, мы понимаем, уже говорили про кортизол. Вот он будет у них уменьшаться, создавая в них такую тёплую, уютную идиллию, влюблённые наши белки. И вот тогда начинается всё самое-самое интересное. Когда вы уже притёрлись, когда у вас в жизни достаточно объятий, достаточно интимного контакта, причём с наслаждением обоих, да, мы не будем называть какие-то очень биологические истории, я думаю, каждый понимает, о чём мы говорим, да, когда у влюблённых достаточно друг друга, вот тогда начинает уже выходить на сцену другой крок, который называется окситоцин. Он отвечает за близость между людьми. Он как раз-таки отвечает за чувство матери к ребёнку, да, близости и готовности в любом месте, неважно там, да, при людях, не при людях, дать ребёночку, допустим, грудь, да, это вот именно в тот момент наблюдается очень такой серьёзный скачок окситоцина в крови. И вот это же здорово, то есть в этот момент у пары начинается ощущение близости, защищённости, эмоционального контакта, доверия друг к другу. Именно окситоцин обеспечивает всё это. Ну, говоря, забегая вперёд, мы можем сказать, что также именно окситоцин обеспечивает парам то самое терпение, выдержку, да, то есть эмоциональный контроль для того, чтобы остаться вместе тогда, когда рождается потомство. То есть именно окситоцин отвечает за то, чтобы, столкнувшись с новыми ролями и с новыми трудностями в жизни, эта пара не распалась, а таки выросла своё потомство и выпустила его из гнезда. Ну, если мы всё-таки уже про голубком заговорили, продолжим птичью аналогию. Весь этот бурлящий коктейль из гормонов и нейромедиаторов на самом деле можно приравнять к состоянию наркотического опьянения. Вот этот весь коктейль – это и есть, да, вот это состояние, когда все эти гормоны играют активно, когда всё это дело на пике. Это и называется тем самым турманом любви, да. Люди в состоянии похожем, они ведь очень необычно себя ведут, да. Их мозг, их разум, он затуманен разными иллюзиями, разными мечтами, они грезят друг о друге, о том, как будет, о том, как может не быть. Эти грезы могут быть положительными, отрицательными, положительными, страшными, пугающими и так далее. Люди, которые находятся на пике работы этих гормонов, они же ведь способны реально на всё друг до друга, да. То есть они готовы и грудью на амбразуру броситься, да. Они готовы и пожертвовать всем, чем только можно и нельзя. Декабристки наши сюда же, да, помните эту историю. То есть люди готовы и от комфорта отказаться, и от удобства отказаться, от много чего отказаться, лишь бы быть рядом с любимым человеком. То есть это такое состояние безбашенное, которое вот, собственно, учёные приравнивают к пристрастию к кокаину. То есть поэтому, когда мы говорим, что любовь, она действительно как некий турман, это действительно так, вот потому что по выбросу, по состоянию, да, по химическому состоянию, собственно, всего того, что можно найти в мозге и в крови, всё действительно приравнено к кокаиновой зависимости, к воздействию кокаина, хотя в крови самому его, естественно, не обнаруживается. И вот только теперь, зная всё то, что происходит с нами во время влюблённости, в моменты, да, вот этих вот бушующих сочетаний гормональных историй и нейромедиаторных, конечно же, тоже, мы готовы подобраться к тому, что происходит с человеком в момент расставания. Если влюблённость, состояние влюблённости сродни кокаиновой зависимости, то когда, не дай бог, разрушаются отношения или начинается период, когда надо заразовать кокаином, что происходит с организмом, у него начинается настоящая ломка. Это ломка всего, да, в физическом, эмоциональном и нейроплане тоже. То есть это всё реально воспринимается организмом как маленькая смерть. У организма он отняли то, за счёт чего он жил, за счёт того, что ему было очень-очень хорошо, за счёт чего ему было очень хорошо. И, соответственно, организм начинает что? Переживать эту маленькую смерть кризисом, очень серьёзным кризисом, реально ощутимым и измеримым в любых томатомографах. Если отношения разрушаются, объект вашей любви больше вам недоступен, то, естественно, вы впадаете в некое состояние фрустрации, в состоянии неудовлетворённости, растёт тревожность, падает уровень дофамина. И если падает уровень дофамина, естественно, повышается вероятность депрессивных состояний. И что происходит в этом? Дофамин ведь просит нас искать мотивацию, найти средство удовлетвориться. Именно в этот момент у людей начинаются вот эти вот истории с злоупотреблением алкоголем, какими-то беспорядочными связями и так далее. То есть здесь, в данном случае, человек пытается дать этот всплеск, получить ещё раз этот всплеск дофамина, но уже другими средствами. Не нормальной любовью, да? То есть под любовью я имею в виду поднормальной. Я понимаю то, что это единственный, как видите, настоящий наркотик, придачащий удовольствие. Это наркотик, который полезен, да? В отличие от всего остального. Так вот, люди начинают желать этого удовольствия и кидаться, собственно, во всякие тяжкие, не очень приятные вещи. В подобном состоянии, конечно же, в нашем мозге активизируется миндалина. Та самая структура, та самая организация, которая отвечает за реакцию Би и Би Ги в моменты страха. Она отвечает за тот самый животный страх, да? За сохранность организма, заботиться о нём. Поэтому, в принципе, возможно в этот период, да, различные панические атаки, то есть повышение каких-то тревожных состояний и страхов, как я уже сказала, именно, вот, собственно, из-за повышенной тенсии. Амигра, ладно, английском она называется, по-нашему миндалина. Помимо тревог и страхов, вообще мысль, даже вот образ, да, некое вызывание образа любимого человека, если он там стал бывшим в вашей жизни, оно действительно на физиологическом уровне болезненно. То есть люди, которые остались, они реальную боль физическую испытывают. И это было показано томографами, да? Очень интересное было проведено исследование ещё в 2010 году, в 2010, естественно, американскими учёными и руководил процессом некий дяденька у нас Итан Кросс. Так вот, там был эксперимент, где расставшимся людям, ну, естественно, там годы давности прошли, то есть не вчера расставшимся, им показывали фотографии их бывших возлюбленных. И, собственно, это делали в томографах, в томографах и фиксировали, что там происходит в мозге. Так вот, это дело активировало ту самую вторичную соматосенсорную кору в мозге, в той самой островковой доле, которая и отвечает за те самые сложные ощущения, которые можно приравнять, ну, например, я не знаю, к тому, когда вы идёте и, не замечая, ударяетесь мизинчиком в ноги, а какой-нибудь угол неприятной мебели вдруг, внезапно появившейся перед вами, да? То есть это реальные болевые ощущения. Наличие этой страшной боли есть доказательства. И это уже сделали психиатры из Мичиганского университета. Они продемонстрировали, что, вот, собственно, то самое разбитое сердце, да, наше понимание разбитого сердца, оно ведь тоже совсем не случайно. В организме расставшихся людей очень активно выбрасываются опиоидные пептиды, а вот они, в свою очередь, обеспечивают тот самый обезболивающий эффект. То есть они помогают нам залечить какую-то травму, да, помочь организму преодолеть какую-то боль, которая возникла вдруг недавно, сгладить какие-то ощущения. То есть наличие этого вещества в крови свидетельствует о том, что организм физически страдает, ему надо как-то обезболить это дело, чтобы справиться. И то самое разбитое сердце – это не просто красивый оборот речи, это действительно медицинское состояние, которое называется синдром Токатсубо. Это тот самый синдром нарушения ритма работы сердечной мышцы. Оно возникает из-за сильного эмоционального стресса. Примерно такое же возникает тогда, когда, допустим, умирает один из супругов очень любимых. С психологической точки зрения расставания сродни переживанию горя. А для того, чтобы смириться с горем, не получите перескочить все те стадии переживания горя, которые наверняка в психологии вам известны. Если нет, напишите в комментариях, и я расскажу вам о переживании горя и о стадиях подробнее. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что всё-таки наш мозг пластичен. Конечно же, ему нужно время для того, чтобы справиться. Ему нужно время для того, чтобы очиститься от вот этой вот вспышки, от этой бури, вымыть все следы того самого божучего коктейля из-за разных гормонов и нейромедиаторов. Конечно же, он сумеет это сделать, он справится, но для этого ему нужно время. Однако, друзья мои, ни в коем случае не игнорируйте свои чувства. Нельзя забывать, забивать на себя или на кого-то рядом. То есть все эти чувства, которые испытывает человек и во время влюблённости, и во время расставания, их нужно переживать, их нужно пережить, с ними нужно сродниться, сжиться, понять, принять. То есть ни в коем случае не закрываться от этого опыта. Неважно, будет он положительный или не положительный, но это ваш опыт, который делал вас с вами и который помогал вам открывать в себе новые грани. Потому что в каждых отношениях мы разные, с разным партнёром мы разные. И я, конечно же, совершенно не призываю, потому что партнёров было много, я за то, чтобы каждый любил друг друга в своей парочке, в своей семье, и чтобы расставание, собственно, не случалось. Зачем они нужны? Поэтому любите друг друга крепче, переживайте все эти чувства друг с другом, навсегда оставаясь вместе, доверяя друг другу и не давая тому самому положительному коктейлю из окситосинчика в том числе угаснуть, утихнуть, вымыться из вашей крови. Оставайтесь всегда рядом, растите потомство. Не расставайтесь, друзья мои, дарите друг другу любое тепло, потому что это и есть то, ради чего мы живём. По сути, все великие исследования, большие, лонгитюдные тоже в том числе, приходят к выводу, наблюдая за судьбами людей, причём очень разных, и великих, и не очень, и богатых, и не очень, и так далее. Все приходят на смертном одре к одному и тому же выводу, что мы нужны друг другу. Поэтому любите друг друга, не расставайтесь, находите тех самых, с кем вам хочется прожить всю-всю-всю вашу жизнь. И наслаждайтесь тем самым опьянением, которое давит чувство влюблённости. Пусть оно будет в вашей семейной жизни всегда. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Ну, в общем, как-то так, экспромтом рассказала вам про мимончики. До свидания, до новых встреч, чего-нибудь интересного ещё обсудим. Кстати, про нейропластичную ссылочку оставлю. Всё, всем хорошего настроения, бай-бай.